Так, ну что, первая вещь, которую я хотел сказать, я в прошлый раз немножко неаккуратно сказал про разные параметры сверточных нейросетей. Там, я напомню, была вот такая картинка, что у нас есть исходное изображение. И наша свертка, она может применяться, значит, у нас есть такие параметры. Во-первых, свертка может применяться к какому-то квадратику, которая находится на нашей картинке, а может применяться не к квадратику, а к такому как бы разреженному квадратику. Да, то есть, допустим, у нас какая-нибудь вот такая вот штука. И свертка будет применяться как-нибудь вот так. Та же самая свертка 3 на 3. Будет она применяться как-нибудь вот так вот. Значит, я вот эту вот штуку, вот это вот расстояние назвал страйдом, а она на самом деле не страйд, она на самом деле белют. А страйдом называется то, насколько вы сдвигаете каждый раз, значит, вашу свертку, когда, как бы, вы можете сдвигать на одну позицию, тогда у вас размер новой картинки будет вычисляться как размер старой картинки. Там минус длина, значит, минус соответствующий размер свертки плюс один, а можно, например, на две позиции. То есть у вас будет, например, вот для вот этой вот картинки у вас будет только вот такая штука и вот такая штука. А вот это вот промежуточного состояния свертки не будет. Вот. Ну, это на самом деле некоторые тонкости. Я просто понял, что, значит, у вас возник вопрос на семинарах, что на лекции рассказывали по-другому. Вот я хочу сказать, что на лекции я рассказывал неправильно, а на семинаре все было правильно. Вот. Это первое, что я хотел сказать. Сегодня мы поговорим про следующую историю, а именно про обработку последовательностей и про архитектуру рекуррентных нейросетей. Вот. Значит, смотрите, давайте посмотрим на какую-нибудь задачку, типа задачки обработки текста. В задаче обработки текста у вас на вход подается какое-нибудь предложение. Ну, как правило, они работают по предложению. То есть у вас на вход подается предложение, и на выход вы хотите тоже получить предложение. Соответственно, тут дальше возникает вопрос о том, что вообще со всем этим делать. Дело в том, что предложения могут быть разные по размеру, а у нас до сих пор все наши модели, они все-таки предполагали, что у вас входное пространство, оно имеет какой-то фиксированный размер. Ну, вот когда мы рисовали там самые первые наши картинки с нейронками, то, значит, вот мы на этапе определения архитектуры, мы говорим, что у нас на вход будет подаваться три числа. То есть размерность входного пространства будет три. И на самом деле не совсем понятно, как можно адаптировать обычные такие архитектуры, как можно адаптировать их к последовательностям чего-то, что может быть разного размера. То есть, может быть, короткое предложение, может быть, длинное предложение. Значит, ну, вообще вопрос про обработку каких-то последовательностей, не обязательно текстовых, он возникает в разных ситуациях. Например, если у вас есть какой-то, ну, какой-то сигнал, который меняется с течением времени. То есть, фактически вы на вход получаете не вектор, а вот функцию, и при этом у вас есть какие-то, ну, вот у этой функции есть какие-то именно характеристики, как функция, там ее можно производную посчитать и так далее. Вот. И это тоже, значит, непонятно, как обрабатывать с помощью вот такой обычной архитектуры. Ну, дальше, на самом деле, возникают разные варианты. И разные архитектуры здесь есть. Значит, вот мы сейчас поговорим про… Ну, давайте начнем с адаптации архитектуры сверточной, которую мы обсуждали в прошлый раз. Потому что такое, в принципе, тоже делают. Значит, свертки… Для обработки последовательности. Значит, вот представьте себе, что у вас есть некоторая последовательность чего-нибудь. Ну, будем считать, что это последовательность вектора. Ну, значит, понятно, что, допустим, если у нас есть последовательность слов, то нам нужно эти слова тоже как-то закодировать. На эту тему есть разные подходы. Ну, например, можно просто кодировать там one-hot-encoding. То есть, если у вас есть словарь, в котором есть 100 тысяч слов, то вы просто… у вас входное пространство – это 100 тысяч мерные векторы, но при этом у вас есть последовательность таких 100 тысяч мерных векторов. Значит, вот у нас будет какая-то последовательность входов. Давайте я буду их обозначать. Там x1, допустим, x2. И так далее. А тут пусть будет какой-нибудь xt. Заня, правильно понимаешь, что тут вот у этих 100 тысяч мерных векторов одна единица, только остальные с нулей вот в этой последовательности? Да, да. Ну, можно считать, можно думать об этом так. Но на самом деле, как правило, делают следующее дело. Потому что конкретно для обработки слов сейчас используют так называемые эмбеддинги. То есть вы либо с помощью этой же нейронки, либо с помощью какой-то другой архитектуры, мы поговорим еще про эмбеддинги в следующий раз. В общем, вы так или иначе превращаете ваши слова с помощью какого-то разумного алгоритма, превращаете их в векторы. И, как правило, эти векторы все-таки не 100 тысяч мерные, а поменьше. Ну, и это, в принципе, эквивалентно тому, что вы просто подаете, что у вас, ваша нейронка устроена так, что у вас изначальный, вот представьте себе, что у меня просто, значит, каждому, у меня есть какое-то большое слово, допустим, 100 тысяч слов, и у меня каждому слову поставлено соответствие какой-нибудь вектор, не слишком большой, скажем, тысячемерный вектор. Ну, это что означает? Это означает, что все эти векторы я могу просто записать по столбцам в некоторой матрице, а потом, если я буду на эту матрицу действовать, точнее, этой матрице действовать на векторы, которые, представьте себе, что у меня вот такая вот матрица, здесь у меня, допустим, 100 тысяч, это весь словарь. А потом, а вот здесь вот у меня, допустим, тысяча, это как бы размерность эмбеддинга. Вот, если я теперь умножу, значит, умножу эту матрицу на one-hot-encoded вектор длины 100 тысяч, то это просто означает, что я выберу из этой матрицы, значит, здесь 100 тысяч, выберу из этой матрицы столбец, который соответствует тому, где стоит единичка. То есть, на самом деле, вот этот способ закодировать слова в виде векторов, можно просто думать о том, что у меня изначальные иксы – это просто one-hot-encoded, но дальше я на них действую в какой-то матрице, либо которая предобучена, либо которую я обучаю одновременно с обучением основной модели, как бы она ни была устроена. В общем, тут можно действовать по-разному. Вот. Ну, соответственно, вот есть у меня такой вход, он неопределенной длины. Соответственно, я хочу сделать какую-то модель, которая будет получать эту штуку на вход, вот эту последовательность, одну и ту же модель, не зависящую от длины последовательности, и выдавать что-то на выход. Ну, и если, значит, можно было бы себе представить какую-то такую модель, допустим, грубо говоря, пословного машинного перевода, но такого пословного, который все-таки понимает что-то не только про то слово, которое он переводит в данный момент, но и про соседние слова. Вот. Если, например, я думаю про такую штуку, то можно было бы себе представить такую сверточную модель, которая делает следующее. Значит, ну, вот представьте себе, что я просто беру, например, у меня там размер свертки 3. Я беру, допустим, вот 3 элемента, 3 икса. Соответственно, у меня получается какая-то там, значит, я просто их могу сконкатенировать, например, и применить к этой конкатенации, значит, скалярно умножить эту конкатенацию на что-нибудь. Или могу ее скалярно умножить не на одно сверточное ядро, а на несколько сверточных ядер. И, соответственно, дальше можно сделать такую вещь, что вот у меня есть вот эти вот входные векторы, и я просто делаю из этих входных векторов, я делаю, как бы я делаю с ними свертку. Ну, давайте я так чуть-чуть более абстрактную картинку нарисую. Значит, вот у меня x1, вот у меня x2. Давайте, пусть здесь будет x4. И так далее, xt. Дальше я могу взять, значит, к вот этим вот трем векторам, применить какое-то количество сверток, значит, получить здесь какой-то новый вектор выходной. Значит, вот это пусть будет y, здесь будет y1, скажем. Он на самом деле тоже имеет какую-то размерность. Значит, вот все вот эти вот x у меня сейчас на самом деле это векторы какие-то, которые имеют свою размерность. И вот этот y – это тоже какой-то вектор, который тоже имеет какую-то размерность. Ну, я говорю, можно про это… Можно, например, сделать так. Можно просто, значит, сконкатенировать. Значит, вот представьте себе, что у меня есть такое сверточное ядро. Точнее, у меня есть, допустим, k сверточных ядер. Значит, k ядер одномерных. Размера, скажем, 3 умножить на d, где d – это размерность x. Давайте считать, что вот эти вот штуки, они мне принадлежат. Что вы пишете? Ну, зависит, кажется, экран. Не видно, что пишете. Зависит? А, вот, уже смогу. Да, значит, возможно, что сейчас экран может подвисать, и я потому что немножко по-другому подключился. Если он будет подвисать, говорите мне об этом. Значит, то есть, что я говорю? Я говорю, что вот у меня есть исходные векторы, которые были размером d. Дальше я применил вот такой конкатенации. Применил k ядер размера 3D. То есть, просто посчитал скалярное произведение. И получил таким образом k чиселок. Вот эти вот k чиселок записаны вот сюда, вот в виде y. Значит, y – это элемент rk. Ну, и так далее. Дальше точно так же, как у нас обычно было со сверткой. У нас это сверточное ядро бежит по этой последовательности. И каждый раз у нас генерируется свой вектор y. Значит, ну и так мы получили, вне зависимости от того, какой у нас исходный размер последовательности, у нас одна и та же архитектура. его обработает и выдаст мне новую последовательность, ну, длина которой будет, скажем, на 2 меньше, чем длина исходной последовательности. Вот. Такое, в принципе, возможно. И в некоторых задачах такое происходит. То есть, например, если вас интересует там что-то, связанное именно с обработкой каких-то локальных зависимостей между элементами, то есть вот, грубо говоря, у вас есть какой-нибудь там сигнал, просто функция, и вы хотите, чтобы ваша модель что-то понимала бы там про производные, вторые производные и так далее. Вот это все свертками хорошо моделируется, как мы в общем в прошлый раз обсуждали. Ну, в прошлый раз мы обсуждали на двумерных примерах, но, в принципе, никто не мешает это все применять к одноберным примерам тоже. Вот. Но проблема в том, что там какую-то хитрую систему, допустим, машинного перевода вы так не сделаете. Почему? Почему такая модель слишком ограничительная? Что эта модель точно не улавливает? Возможно, какой-то связи между началом и концом. Да, да. Значит, вот по самой своей архитектуре у нас все связи, они ограничены просто размером свертки. То есть, например, вот эта вот штука, она, в принципе, зависит только от состояния вот этих вот трех входных объектов, входных токенов. Она вообще никак не зависит от вот этого состояния, вот этого входного токена. Но при этом, когда мы говорим там про какие-то задачи обработки естественного языка, понятно, что между разными словами бывают связи, которые там не укладываются, как это короткое окошко. Извините, а почему мы тогда не можем просто увеличить ядро? Ну, мы можем увеличить ядро, но при этом… Или добавить вот много маленьких и нескольких больших ядер. Нет, в принципе, можно. Можно модифицировать эту штуку каким-то образом так, чтобы она бы ловила бы какие-то более длинные зависимости. Но тут еще нужно учитывать, что вот эта сверточная архитектура, она устроена так, что она все вот эти, значит, все вот эти вот штуки, она обрабатывает одним и тем же образом. И это тоже не всегда хорошо. То есть, ну, окей, вы таким образом, может быть, можете обработать что-нибудь типа отрицание там, вот, допустим, отрицание глагол. Вы таким образом можете корректно обработать, допустим, если они стоят рядом. Но представьте себе, что у вас стоит, допустим, отрицание «не», потом какое-нибудь еще слово, потом глагол. Эту штуку надо обработать уже не так. У вас вот эта вот модель, она предполагает, что… Модель именно сверточная, она предполагает, как бы, что все отношения между токенами, они определяются тем, просто на какой позиции относительно. Ну, вот, допустим, я сейчас смотрю вот на этот токен, да, и я считаю, что все мои связи, они определяются, так сказать, тем, на какой позиции относительно этого токена находятся вот эти вот токены. Но на практике может быть что-то более хитрое, что-то более гибкое. У вас одно и то же отрицание, оно может действовать на соседнее слово, может действовать через одно слово, может быть, еще как-то. Вот. В общем, эта штука такая довольно… Ну, в общем, для каких-то задач она применяется. Теоретически можно применять, в том числе в Nature Language Processing, но там… Еще одна специфика, например, вот этой вот модели, что у вас выходная последовательность, она по размеру примерно такая же, как входная. Ну, понятно, что там, может быть, размер ядра будет влиять на то, как она там уменьшится. Но, например, если вы хотите решать какую-нибудь задачу классификации, вот, допустим, у вас задача такая, у вас просто, допустим, сентимент-анализ. У вас на вход подается предложение, на выходе вы должны сказать, это предложение окрашено положительно и отрицательно. Вот тут уже будет не всем понятно, как такую задачу решать с помощью вот такой сверточной нейроники, потому что здесь у вас обязательно на вход последовательность и на выход последовательность. И непонятно. Ну, вот вы получили новую последовательность, а как же из нее вытащить просто одномерную штуку, которая будет показывать… Ну, с изображениями обычно делается пулинг. Можно сделать пулинг? Да. Нет, можно. Можно. Вопрос о том, как оно будет работать. Да, можно просто взять максимум, можно усреднить или еще что-нибудь в этом роде. Окей, можно. Вот. Но, в общем, короче говоря, такое бывает. Свертки применяются к последовательностям, но применяются не только к свертке. Поэтому давайте поговорим про следующую архитектуру, а именно как раз про рекуррентные нейронные сети. Значит, они устроены таким образом. А вот скажите, сталкивались ли вы с таким объектом, как конечный автомат? Когда-нибудь знакомы ли вам такое слово? Да. Всем знакомы? Нет, не всем. Не всем. Смотрите, конечный автомат – это, на самом деле, очень простая штука. Давайте я, может быть, скажу про это пару слов, некоторые отступления сделаю. Потому что мне кажется, что про нейронки очень хорошо думать, как про некоторое обобщение конечных автоматов. Значит, конечный автомат – это такая штука. Значит, это такой граф, у которого вершины описывают состояние этого самого конечного автомата. и у вас есть стрелочки в этом графе. И дальше конечный автомат – это штука, которая получает на вход некоторую последовательность символов, а на выход может либо выдать последовательность символов, либо что-то про эту последовательность сказать. Например, хорошая она или плохая. Значит, соответственно, у конечного автомата есть некоторое стартовое состояние. Допустим, вот это вот пусть будет старт. И есть, допустим, еще какие-то состояния, которые отмечены, например, как accepting, как принимающее состояние. Значит, и как дальше устроена жизнь? У меня в конечном автомате есть, над каждой стрелочкой написана буква. Стрелочек бывает много, например, бывает что-нибудь в таком роде. Допустим, вот так вот стоит стрелочка, на ней написана буква А. Вот так вот стоит стрелочка, на ней написана буква Б. Ну и давайте здесь, допустим, я сделаю тоже букву Б. Ну, на самом деле, то, что я сейчас нарисовал, это больше похоже на недотерминированный, конечно, автомат. Но ладно. По-хорошему мне нужно было бы еще добавить, давайте считать, что у меня алфавит состоит всего из двух букв А и Б. Давайте мы сделаем как-нибудь так, например. Например, еще сделаем вот так вот, пусть здесь будет Б. И как-нибудь вот так вот пусть здесь будет А. И вот так вот пусть здесь будет А. Значит, теперь у меня, кажется, из каждой вершины есть стрелочки, которые проходят по Б, и которые проходят по А. Правильно? Ну да, вроде так. И теперь происходит следующее. Я скармливаю, значит, я стартую вот в этой вершине, которая отмечена как старт. У меня есть какая-то входная строчка, например, Б, Б, А, Б, Б. И дальше я каждый раз просто прохожу по очередной стрелочке. То есть, например, у меня здесь буква Б. То есть я прошел по вот этой стрелочке Б, а снова оказался вот в этой вершине. Дальше снова Б, я снова сделал такой оборот, снова оказался здесь. Потом А, перешел сюда, оказался здесь. Дальше Б, оказался здесь. И дальше Б, оказался здесь. Значит, если я в конце, когда у меня закончилась последовательность, оказываюсь не в принимающей вершине, значит, говорится, что вот эта вот строчка, она плохая. Мы ее отвергаем. А если оказался в принимающей вершине, то, значит, это хорошая строчка. Значит, зачем нужны конечные автоматы? Ну, кроме того, что это в целом такая хорошая, как бы хорошая модель для такого очень простого, как бы, компьютера. Ну, вот у нормального компьютера память очень большая, и поэтому обычно моделируется машины тьюринга за бесконечной лентой. А у конечного автомата память маленькая. Вот у него память, это вот просто он помнит, в каком он состоянии находится в данный момент. И это вся память. Ну, а дальше возникает вопрос, например, какая выразительная сила этого конечного автомата. Ну, например, зачем можно использовать конечные автоматы, зачем они используются? Для того, чтобы выделять строчки или выделять подстроки в строках. Собственно говоря, если вы когда-нибудь сталкивались с регулярными выражениями, вы наверняка сталкивались с питоми, да? Был такое. То вот как раз регулярные выражения, они задаются как раз конечным автоматом. То есть, например, ну, давайте представим себе, что я хочу задать такую регулярку. Значит, например, я хочу задать все слова, которые начинаются на B, а потом заканчиваются на A. А посерединке все что угодно. То есть, например, вот что-то в таком роде я хочу сделать. Это задается таким конечным автоматом. Значит, вот у вас есть стартовая позиция. Как мне нужно дальше сделать? Значит, из стартовой позиции мне обязательно нужно пройти по B. Если я из стартовой позиции прохожу по A, то все, дальше я уже никогда не получу правильную строчку. Дальше у меня будет такая штука, в которой может быть и A, и B. Мне нужно, чтобы я закончил бы на A. Если я оказываюсь, сделаю A, то я окажусь в принимающей вершине. Здесь будет accept. Дальше, если я сделаю здесь сколько угодно B, то я тут же и остаюсь. Если я здесь оказываюсь в вершине A, то дальше я должен... Если я здесь сделаю B, то я оказываюсь вот так. Ну и здесь... Вроде так. Похоже на правду? Ну, вроде же эта штука жадно работает. Она попытается максимально длинную сделать вот эту штуку. Нет, ну давайте сейчас думать не про то, как регулярки реализованы на самом деле. Значит, вот правда ли, что вот такой конечный автомат будет принимать все слова, которые начинаются на B и заканчиваются на A, и только на них. То есть мы смотрим на состояние конечного автомата в тот момент, когда он уже закончил свою работу. В тот момент, когда мы скормили всю последовательность. И мне нужно, чтобы я оказался вот здесь. Вроде похоже на A. Там еще в WhatsApp нужно цикл уходить, добавить на A. Например, B, A, A. B, A, A, да, точно. Значит, у меня здесь B и вот так вот A. Все, теперь вот точно правильно. Еще раз, вы можете посмотреть, зачем нам из WhatsApp вообще эти скрепки? Ну, потому что мы должны, ну, если я рисую то, что называется детерминированный конечный автомат, я сейчас хочу именно его рисовать, то это означает, что я должен описать переходы из любой вершины по любой букве. То есть у меня обязательно должен быть из Акцепта, у меня должно быть сказано, куда я, значит, вот я предполагаю, что я буду, что у меня автомат будет работать до тех пор, пока последовательность не закончится, входная. И, соответственно, это означает, что, ну, вот если я скормил ему сначала B, потом A, это еще не конец. Вот если у меня, допустим, строчка B, A, B, да, то она не должна приняться, не должна приниматься моим автоматом. Поэтому мне нужно добавить вот отсюда, вот из этой вершины Акцепт, мне нужно добавить еще вот такую вот стрелочку B, которая приведет к тому, что вот такая вот штука, она закончит свою работу вот здесь и не примется. Понятно, спасибо. Вот. Значит, вот такая вот штука, очень популярна в Computer Science в разных задачах, но в первую очередь в задачах, связанных как раз с обработкой каких-то последовательностей букв. Чем эта модель замечательна? Она замечательна тем, что у нас есть, тем, что у нас у конечного автомата есть некоторое внутреннее состояние, которое кодируется как раз тем, в какой вершине мы в данный момент находимся. И каждый раз, когда мы подаем автомату на вход очередной токен, ну, в данном случае очередную букву просто в нашем алфавите, мы можем перейти в некоторое новое состояние. И вот этот вот просто набор переходов, это и есть все, что кодирует нам наш алгоритм. Соответственно, почему я про это стал рассказывать? Потому что рекуррентные нейронки устроены очень похожим образом. Они тоже принимают по одному токену за раз, и они тоже, значит, у них тоже есть некоторое внутреннее состояние, которое они помнят и которое влияет на то, как дальше будут развиваться события. То есть вот здесь, например, в зависимости от того, где мы находимся, реакция на один и тот же символ будет разной. Если мы находимся, например, здесь, то реакция на А будет вот такой вот. Мы попадаем вот в эту ловушку. А если мы находимся вот здесь, то реакция на А будет совсем другая. Наоборот, будет, что мы перейдем в состояние акцепта. Соответственно, в рекуррентных нейронках что-то похожее происходит? Давайте посмотрим, как они устроены. Опять же, у нас есть последовательность каких-то входов. Значит, x1, x2. Это векторы одной и той же размерности. И дальше здесь у нас есть, собственно говоря, сама по себе нейронка. Точнее, у нас есть внутреннее состояние этой самой нейронки, которая… Ну, давайте, вот пусть тоже у меня будет какая-то тут размерность этого внутреннего состояния. Дальше что у нас происходит? Значит, я рисую это внутреннее состояние над каждым из входов. И дальше логика такая. У меня есть… Ну, например, у меня есть просто полносвязный слой, который связывает вот эту вот штуку с вот этой вот штукой. То есть, у меня есть вот такие вот связи. Значит, здесь будут… Значит, здесь есть какие-то веса, опять же. И дальше выходы вот здесь. Они определяются, ну, как обычно. То есть, можно считать здесь, что у меня вот эта вот часть – это такой однослойный персептрончик. Просто фактически умножение на некоторую матрицу и там плюс еще какие-нибудь… Какая-то еще функция активации. Про функцию активации мы сейчас еще поговорим. После этого выход вот этой нейронки, он подается на вход к следующему модулю. К модулю, который сработает в следующий момент времени. И ему же на вход подаст вот этот вот второй входной токен. Опять же, вот здесь вот в результате этого вычисления, то есть, теперь у меня вот в эту вот формулу входит… Ну, как бы, что здесь происходит? У меня, например, вот этот вот нейрончик, он работает так. Это просто… Значит, его выход – это, опять же, я должен просуммировать с весами, которые задаются вот этой вот штукой. Просуммировать с этими весами все вот эти вот штуки и плюс просуммировать все вот эти вот штуки, которые приходят из X. И дальше, опять же, там применяется какая-нибудь функция активации и получается следующий выход. А штуки, которые приходят из X, они тоже на коэффициент умножаются весовой или нет? Да, да. Причем, значит, вот здесь вот коэффициенты будут одинаковые. Значит, давайте я скажу, что вот это вот… Значит, у меня есть матрица весов WX, и она одинаковая. А вот здесь вот этим вот красненьким стрелочкам соответствует матрица весов WH. H, и она тоже одинаковая, и так далее. Значит, вот получается такая штука. То есть, как это можно воспринимать? Ну, можно воспринимать так, что у меня выходы, которые у меня образуются вот здесь, это некоторое внутреннее состояние моей нейронки в данный момент времени. То есть, вот изначально можно считать, что здесь у меня было внутреннее состояние, которое просто состояло из нулей. Да, вот здесь можно считать, что у меня есть просто нулевой вектор. Ну, просто чтобы записывать все вычисления одной и той же формулой, я могу считать, что у меня моя нейронка стартует с нулевого состояния, а дальше ее состояние меняется таким образом, что оно каждый раз является функцией от состояния в предыдущий момент времени и от входа. Ну, фактически это, фактически можно сказать так. Вот если формулой все это писать, то я говорю следующее, что ht плюс первое, это есть какая-нибудь вот такая штука. Здесь какая-то функция активации от такой вещи. Значит, допустим, wh на ht плюс wx на xt плюс 1. При этом, например, h нулевое просто считается равным нулевому вектору. Вот. Значит, вот такая вот архитектура. Дальше возникает вопрос, что можно теперь делать. Ну, вот мы описали то, как эта штука работает. Значит, дальше, в принципе, конкретно эту архитектуру можно использовать в двух режимах. Во-первых, можно сказать, что каждый из вот этих вот аутпутов, которые мы здесь получаем, которые как бы идут на вход в следующей сети, мы их можем использовать для того, чтобы сразу же генерировать какие-то новые токены. То есть, опять же, если вы хотите превратить последовательность в последовательность, как было в предыдущей истории про применение сверточных нейронов, то, в принципе, здесь тоже можно это сделать. То есть, вы можете просто сказать, что вот эти вот аутпуты, они не просто отправляются на вход, но они еще и используются. Опять же, можно сюда навесить еще какую-нибудь, еще одну матрицу, например, навесить, еще один полносвязанный слой. И сказать, что вот мы из этих аутпутов можем генерировать какие-то новые токены. Значит, это если вам нужно сделать преобразование в последовательность, в новую последовательность примерно той же длины, какой была исходной. Если вам нужно сделать какую-нибудь задачу типа задачи классификации, то вы можете просто сказать, окей, значит, давайте вот мы дойдем до конца и будем использовать выход вот этого последнего, последнего модуля в последний момент времени, когда наша сеть съест всю последовательность, вот будем использовать вот этот вот выход, как, значит, какой-нибудь там результат нашей классификации. Ну, опять же, вы можете на него теперь еще навесить, на него еще можно навесить какой-нибудь дополнительный слой для того, чтобы, например, сделать из него, ну, скажем, вот если вы хотите просто задачу классификации, то дальше вы можете взять и как-нибудь с какими-то весами усреднить вот эти вот аутпуты последнего, последнего модуля, который срабатывает уже в последний момент времени, когда он съел всю последовательность. Ну, и у вас будет какая-нибудь там задача классификации. Если у вас задача многоклассовая, то вы сделаете, опять же, что-нибудь вот в таком вот роде. Например, у вас здесь будет каждый из вот этих вот выходов, он будет задавать, вы потом еще примените к нему какой-нибудь softmax, и он будет задавать вероятность того, что ваша последовательность относится к одному из классов. Ну, допустим, вот так как нарисовано, у меня здесь есть три класса, каждый выход – это вероятность принадлежности к одному из классов. Вот эта вот штука, она уже как бы не часть этой, не часть вот этой вот рекуррентной именно нейронки, а это вот просто какая-то фиксированная здесь матрица добавляется, и она тоже может обучаться, но она будет применяться там только вот в последний момент. Вот. Как, понятно ли, как эта штука работает? А вот где здесь как бы рекуррентность? Рекуррентность. У нас же до этого как будто то же самое почти было, просто иксы вот эти не добавлялись. Ну, смотрите, значит, что подразумевается под рекуррентностью? Вот так как я нарисовал эту модель, она, это так называемое развернутое ее представление, можно было бы ее представить в таком более сжатом виде, а именно мы говорим, что у нас есть, у нас здесь есть очередной вектор xt, дальше мы этот вектор xt отправляем на вход значит нашему какому-то внутреннему представлению, да, здесь у нас h1 и так далее, h какой-то mt, и вот эта вот штука, это матрица wx, а вот здесь вот можно нарисовать такую такую как бы стрелочку, обозначающую матрицу wh, и рекуррентность означает, что вы, ну, можно думать про это именно как про некоторый алгоритм, который работает с течением времени, и который каждый раз свой выход в предыдущий момент времени отправляет самому себе на вход в следующий момент времени, вот рекуррентность это как бы как раз вот эта вот стрелочка. Ну, соответственно, то есть, как бы, что здесь важно? Здесь важно, что вот эти вот матрицы wx и wh, они сами-то с течением времени не меняются, то есть они, конечно, как-то обучаются в процессе того, что вы всю эту штуку учите как стандартным каким-то средствам, вот, но когда вы нейронку уже выучили, вот эти вот wx и wh, это будут какие-то фиксированные матрицы, которые не зависят от того, какой у вас там размер этой последовательности входной, они просто вот так вот работают, каждый раз принимают очередной символ на вход, с ним что-то делают. Вот. Ну, и, собственно говоря, это, мне кажется, ужасно похоже на конечный автомат, потому что то же самое, у нас есть внутреннее состояние, но только теперь это внутреннее состояние, оно уже не элементы с конечным множеством, у вас нет просто графа, а у вас как бы внутреннее состояние, это любые там векторы из какого-то M-мерного пространства. И самое главное, что у вас просто всегда работает вот это вот правило, что внутреннее состояние в следующем момент времени является функцией от внутреннего состояния в предыдущий момент времени и от нового токена. Вот. И то же самое происходит в конечных автоматах. У вас каждый раз новое состояние зависит от двух вещей, от того, где вы были и какой символ вам подали на вход. Вот. Значит, соответственно, как эту штуку обучают? Ну, обучают ее, как обычно. В принципе, и есть на эту тему... Ну, то есть конкретный алгоритм называется backward propagation through time – обратное распространение ошибки через время. Ну, что это означает? Это означает, что если вы хотите... Значит, что вот у вас, например, вот в такой вот архитектуре, как я здесь показал, значит, у вас output – это, допустим, результат работы самого последнего вот этого... Результат работы нейронки в последний момент времени. Но понятно, что на него будут влиять все предыдущие моменты времени тоже. Потому что вот эта штука зависит от своего состояния в предыдущем момент времени. Это состояние зависит, в свою очередь, от токена, который был подан в предыдущем момент времени и так далее. Поэтому, когда мы будем считать производные по, например, по компонентам вот этой матрицы WX, то понятно, что у нас будут возникать... Значит, у нас будут возникать производные... По каждой компоненте... Для каждой компонента вот этой матрицы WX в производную будут входить все... Допустим, вот этот вот компонент я смотрю. У меня будет учитываться вот эта вот производная. Дальше у меня будет учитываться то, как вот этот output повлиял на... Значит, повлиял на каждый из вот этих нейрончиков и так далее. Но опять же, там нужно будет запустить этот самый процесс backpropagation. Конкретно вычислительно он может быть здесь устроен как-то чуть-чуть более хитро, чем в полносвязанной нейронке. Но по сути, работает ровно так же. Вам тоже нужно найти просто градиент по вот этой матрице, градиент по вот этой матрице и по всем компонентам этой матрицы. Ну и дальше вы там каким-нибудь градиентным спуском будете максимизировать, минимизировать ваш лос. Значит, некоторая особенность здесь состоит в следующем. Но вот на самом деле эта модель, она не очень устойчивая, с одной стороны. Когда я про это стал рассказывать, я сказал, что это будет работать не так, как сверточная нейронка, в том смысле, что в сверточной нейронке у вас, например, выход вот здесь зависит только от конечного количества токенов и никак не зависит, допустим, от начала последовательности. А вот здесь теоретически у вас любой выход зависит от любого токена. То есть теоретически вот такая штука должна уметь видеть какие-то длинные зависимости. Но на самом деле это не совсем хорошо работает, потому что то, как она эти зависимости хранит, сохраняется исключительно вот в этом внутреннем состоянии. То есть единственное, что нейронка помнит про начало последовательности к тому моменту, когда она дошла до последнего токена, это свое внутреннее состояние. И более того, сама архитектура устроена таким довольно специфическим образом. Давайте представим себе сейчас на секундочку, что у нас вообще нет функции активации. И давайте представим себе, что у меня есть какая-нибудь... Ну вот что у меня есть, допустим, первый токен, а потом дальше идут просто нулевые токены, просто векторы, которые состоят из нулей. Что тогда мы получим? Значит, тогда у нас наш output, допустим, за T большой итерацией, он будет устроен так. Значит, давайте я скажу, что у нас есть некоторая проблема с отслеживанием длинных зависимостей. А именно, давайте посмотрим... Давайте просто я сделаю такой модельный пример. Пусть у меня был вот здесь вот какой-нибудь x1, а дальше будут сплошные нули. Но нулей этих будет много. Просто вот нулевые векторы. И дальше у меня вот здесь есть мой скрытый слой. И дальше все устроено вот так. И давайте пусть нет функции активации. Пусть f – это просто тождественное отображение. Что тогда будет происходить? Что тогда такое output моей сети? Значит, вот здесь у меня wx, вот здесь у меня wh. здесь тоже многоточие надо было нарисовать. Значит, что такое тогда вот здесь вот выход этой нейронки? Ну, wh в большую степень на wx, x1. Да, у меня будет что-то в таком роде. Значит, wx на x1. То есть у меня возникает... Ну, вот это вот какой-то фиксированный вектор. Ну, фиксированный в смысле, не меняющийся при добавлении вот здесь дополнительных элементов сюда. А вот здесь возникает какая-то матрица в какой-то дико большой степени. И если я теперь, например, хочу посчитать производную вот этой штуки по вот этой вот матрице wx, то понятно, что эта производная это на самом деле просто вот эта вот моя матрица W, h в степени t-1. Ну, и дальше мы знаем, что происходит. Потому что что происходит с матрицей, когда вы ее возводите в большую степень? Чего тут можно ожидать? А матрица эргодическая? А вот как раз никто ничего такого не обещал. Матрица какая получится в ходе обучения? Никто не обещал здесь никакой эргодичности для этой матрицы. Значит, градиент оказывается просто равен вот этой вот штуке. Ну, а дальше возникает следующая ситуация, что если у вас, например, у w h есть, если у w h есть собственное значение, которое больше единицы по модулю, то у вас в этих направлениях все будет экспоненциально взрываться. Если есть собственное значение, которое меньше единицы по модулю, то наоборот, у вас в этих направлениях все будет убывать. И, в принципе, это подсказывает, что и то, и то для нас очень плохо. Потому что если у нас градиент по какому-то направлению взрывается, то это означает, что вот градиентный спуск будет просто дикто метаться, и вы не получите никакой сходимости ни к чему хорошему. Но это еще полбеды. Если он большой, то вы его можете, на самом деле, просто уменьшить принудительно. В алгоритмах обучения, которые тут используются, часто делают просто, что если градиент большой, то мы просто с сохранением направления его сделаем поменьше. Просто поставим максимум на длину. А вот если градиент оказывается маленьким, то это очень плохо, потому что это означает, что вы будете ходить ужасно маленькими шажками, и никогда вам придется очень долго ждать, когда ваша модель куда-то сойдется. И в целом, вот это вот, ну, как бы это одно из объяснений того, почему, ну, в принципе, вот этот вот эффект, он на самом деле проявляется не только в рекуррентных нейронках. Он проявляется и в обычных нейронках, допустим, даже полносвязанных, если вы настекаете слишком много слоев. С одной стороны, вроде как стекать много слоев – это хорошо, потому что это позволяет нейронке быть более выразительной каким-то хорошим образом. А с другой стороны, это приводит вот к такого же рода эффекту. В общем, короче говоря, если вам нужно с помощью рекуррентной нейронной сети обрабатывать какие-то длинные последовательности, то ожидать, что она будет очень хорошо ловить какие-то связи, какие-то связи, значит, которые очень длинные, ну, в общем, ожидать не приходится. Вот ровно из-за этого эффекта. То есть мы видим, что, например, если так оказалось, что вот эта вот матрица маленькая, если у нее маленькие собственные значения, то, например, зависимость от вот этой вот части, она будет уже практически потеряна. Она практически не будет оказывать влияние на процесс обучения. Вот. Поэтому кроме вот такой вот модели рекуррентных нейронов, которые я вам сейчас показал, используют другие архитектуры, и на практике это вот такая вот совсем ванилая RNN сейчас, по-моему, как правило, и не используется. Ну, может быть, какие-то задачи используются, но это скорее редкость. Вот. А на практике используются штуки, которые называются LSTM. Извините, а вот можно про градиент вопросить? Да, давайте. Вот почему мы можем укорачивать, если длинный региатор, а удлинить мы не можем, когда маленький. Значит, почему мы не можем просто взять и принудительно удлинить, но, значит, я боюсь просто, что при этом будет шум увеличиваться. Так-то, в принципе, попробовать можно, но... А, в смысле, когда укорачиваем, шум не увеличивается? Ну, типа того, да. Да, мне кажется, что так. Мне кажется, что так. Вот. Не уверен, что это как бы совсем правильный ответ, но тут есть многие вещи, про которые люди пока не очень даже понимают, какие-то вещи работают, какие-то нет, и не всегда понятно, какие из них какие. Вот. Ну, хорошо, значит, давайте я скажу пару слов про штука, которая называется LSTM, Long Short Term Memory. Значит, тут я уже сам не решусь рисовать картинку, потому что она сложная, но я зайду на чудесную страничку Крис Эколога. Извините, а получается размерность всех скрытых слоев и всех входных слоев, она одинаковая? Ну, в смысле, у скрытых слоев одни и те же размерности? Да, 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 совершенно верно, да. Значит, размерность, у вас есть как бы две характеристики этой самой нейронки. Одна характеристика – это ну, размерность входного пространства, да, она фиксирована во все моменты времени. И вторая характеристика – это размерность внутреннего состояния. Но, опять же, я еще раз хочу подчеркнуть, что, в принципе, дальше, в общем, это конструктор. Я думаю, что вы уже на семинарах видели, что вы там с помощью PyTorch можете создавать собственную архитектуру вот просто буквально буквально несколькими строчками. То есть, например, вы можете сказать, окей, вот у меня была вот такая вот нейронка, а теперь я хочу, чтобы у меня, значит, допустим, output каждой из этих самых, из этого слоев, он бы проходил бы еще через какой-нибудь там полносвязный слой. Ну, отлично. Значит, напишите там одну строчку, и у вас такое будет. И, ну, вот, то, что вот я сейчас описал, это называется, там, в терминах PyTorch это называется типа RNN cell. Вот ровно вот эту вот часть. И у нее как раз два параметра. Это типа размерность одна, размерность другая. Спасибо. Вот. Так, давайте откроем. Вот, ну, вот, собственно говоря, давайте я сейчас вам тоже скину ссылочку сюда. Это, кажется, лучшее описание RNN-ок и LST-мок, которое где-либо было сделано. Вот, это, собственно говоря, обычная рекуррентная нейронка. А вот, значит, это обсуждение того, что у нас связи очень длинные, очень плохо здесь проходит. Да, я не сказал, значит, в качестве функции активации, как правило, в этих самых рекуррентных нейронках используется гиперболический тангенс. Это то же самое, что сигмоида, только перемасштабированный по Y, так, чтобы он принимал значения от минус единицы до единицы. Вот. Ну, это, в частности, сделано для того, чтобы у вас там ничего слишком далеко не убегало бы. Значит, как правило, используется такая архитектура. Значит, и вот, собственно говоря, то, что здесь нарисовано, это обычная RNN-ка. Значит, что здесь сказано? Здесь сказано, что мы берем очередной XT, берем очередной предыдущий, результат предыдущего, значит, output предыдущего нашего, за предыдущим время. Их как бы просто объединяем, но вот здесь вот это вот объединение, это просто конкатенация. Понятно, что на самом деле, значит, вместо того, чтобы вычислять... Сейчас, давайте я вернусь на секундочку к себе. Вот. Значит, вот на самом деле вот эту вот сумму можно воспринимать так. Можно воспринимать, что мы просто сконкатенировали две матрицы, вот так вот, и подействовали этой конкатенации на конкатенацию двух векторов. HT и XT плюс 1. Это то же самое, что посчитать эту сумму. Проверьте. Значит, вот здесь вот это не сумма, а это конкатенация. Давайте я вот так рисую. Извините, не произведение, а конкатенация. Согласны с тем, что вот эта сумма и вот такая штука, это равно одно и то же. Вот. Так, давайте я вернусь теперь. Вот. Поэтому что здесь сказано? Здесь сказано, что мы конкатенируем X, A, XT и HT минус 1. Дальше применяем, значит, применяем какую-то матрицу и применяем функцию активации в виде гиперболического тангенса. И вот мы получаем очередной output. И этот же output отправляется в тот же модуль в следующий момент времени. Вот. Теперь, как устроена модель, которая называется LSTM. Значит, смотрите, у LSTM не одно внутреннее состояние, а два внутренних состояния. Значит, вот эти два внутренних состояния, они здесь, на этой схеме, они описываются вот этими вот двумя стрелочками. И они меняются под разным законом. Значит, а именно, происходит ли следующее. Во-первых, значит, вот у меня есть, значит, какая идея? Идея в том, что вот здесь, сверху, содержится некоторая память, которая устроена так, что мы хотим уметь делать с этой памятью операции типа какой-то компьютер с памятью работает. Он может сказать, вот в такую-то ячейку нужно записать такой-то элемент, такой-то байт. А потом он может сказать, я хочу извлечь такой-то байт из такой-то ячейки. Или он может сказать, что я хочу теперь на место вот этого же байта записать другой байт. Соответственно, вот эта вот модель, она очень хочет делать что-то похожее. И в качестве такой долгосрочной памяти используется вот эта вот верхняя, верхняя часть внутреннего состояния. Значит, и давайте смотреть, что означает каждый из этих вот кусочков. Значит, во-первых, мы берем наш очередной токен, берем предыдущее состояние, вот это вот нижнее, которое как бы краткосрочное. И дальше их опять же конкатинируем, действуем на них какой-то матрицей, а потом применяем функцию активации сигмоида. Сигмоида замечательна тем, что у нее выход – это число от нуля до единицы. А потом мы это число умножаем. Ну, значит, здесь, может быть, число, может быть, вектор, который состоит из таких штук, ну, поскольку мы поэлементно это применяем. Соответственно, дальше мы поэлементно, у нас есть вектор, который состоит из чисел, которые между нулем и единицей, мы его умножаем поэлементно на предыдущее состояние вот этого, вот, долгосрочное. Чему это соответствует? Вот эта штука называется forgetgate, и она нужна для того, чтобы очистить какие-то ячейки памяти. То есть, грубо говоря, там, где мы умножаем на что-то близкое к нулю, мы хотим забыть вот эти вот компоненты этой долгосрочной памяти. Потом вот эта вот штука, она нужна для того, чтобы, наоборот, записать что-то в эту долгосрочную память. Значит, давайте посмотрим, как она работает. Опять же, значит, мы здесь везде, везде вот эти вот все четыре модуля, они работают с одним и тем же входом. Этот вход использует, значит, наш текущий токен и предыдущее вот это вот нижнее состояние, короткое. Значит, здесь используются два модуля. Два модуля. Один модуль – это вот это, опять же, здесь используется сигмоида, а другой модуль – здесь используется гиперболический тангенс. Гиперболический тангенс – это та же самая сигмоида, только перемасштабированная так, что там возникают числа от минус единицы до плюс единицы. Значит, мы таким образом, вот эта вот часть, значит, мы здесь делаем следующее. Мы вычисляем два вектора. Один вектор вот этот от минус единицы до плюс единицы, а другой вектор вот этот. Здесь все элементы от нуля до единицы. Мы таким образом говорим, какие мы хотим элементы записать в нашу долгосрочную память. А вот эта штука позволяет их записывать по-разному. Может быть, мы хотим записать что-то с положительным знаком, может быть, с отрицательным знаком. И дальше, заметьте, что есть уже не умножение, а просто сложение. То есть мы просто прибавляем к нашей долгосрочной памяти, ну, фактически на какие-то места. Ну, представьте себе, что я здесь какие-то места обнулил сначала, а потом к этим же местам просто приплюсовал какие-то элементы отсюда. Такое вполне возможно. То есть просто фактически записал эти новые числа, вот какие-то ячейки, которые были освобождены вот на этом этапе. Вот если мы обнулили, то это означает, что на втором этапе там та же сигмоид, она тоже же нули дает. Нет, это другая сигмоида. Что значит? Значит, все вот эти четыре модуля, они учатся независимо. Это четыре. Им, соответственно, четыре разные матрицы. То есть как раз тут можно ожидать, скорее, чего-то обратного, того, что вот эти две сигмоиды будут генерировать, наоборот, разные противоположные штуки. Но этого, опять же, не требуется архитектур. И, наконец, вот эта вот часть, вот эта часть максимально похожа на обычную нейронку. Значит, что здесь происходит на обычную рекуррентную нейронку? Ну, вот эта вот часть, собственно говоря, это кусочек обычной рекуррентной нейронки. Мы, опять же, просто применяем, ну, в данном случае, правда, применяем не тангенс, а просто сигмоиду. Сейчас. Нет, наверное, я зря сказал, что это очень похоже на... Обычно, в общем, смотрите, что здесь происходит. Во-первых, мы, значит, здесь применяем сигмоиду. Во-вторых, мы, наконец, берем информацию из нашей долгосрочной памяти. К ней применяем гиперболический тангенс. Опять же, мы ее хотим запихнуть там от минус единицы до единицы. И дальше мы поэлементно умножаем на вот этот вот выход вот этой сигмоиды. Ну, да, в общем, это что-то похожее на обычную, на обычный выход обычной рекуррентной нейронки. Потому что здесь тоже есть какая-то штука, которая просто берет наше предыдущее состояние и xt. Но вот видите, что с вот этим вот состоянием, которым долгосрочность, она взаимодействует вот таким вот довольно хитрым образом. А именно, фактически, мы просто позволяем вот этой долгосрочной памяти умножить какие-то из выходов вот этой вот штуки, умножить там либо на плюс единицы, либо на минус единицы. То есть изменить знак у каких-то из этих выходов. Ну и потом вот эта вот штука, это наше новое вот такое краткосрочное состояние. Ну а долгосрочный уж каким получится. Вот. Выглядит немножко жутковато. Если посмотреть на то, как это выглядит в виде формул, то, кажется, лучше не станет. Хотя, может быть, и станет. Вот четыре. Там, где нарисован желтый прямой угольничек, там сначала полносвязанный слой применения функций. Да, да, да. Там, где желтый прямоугольничек, это полносвязанный слой, а потом заданная функция активации. Ну, собственно говоря, вот здесь легенда. Значит, вот у нас это Neural Network Layer, это полносвязанный слой. А вот эти вот кружочки, это поэлементные все операции. То есть вот тут никаких матриц нет. Все матрицы, они вот здесь. У нас четыре матрицы здесь будут. Вот. Значит, выглядит немножко страшновато, но на самом деле не так, чтобы супер страшно. Вот формулы, они, в общем, не супер страшны. Вот у нас есть два состояния внутренних. Стоп. Нет, что-то формулы у меня страшно смотреть. Сейчас. А, это потому что я, кажется, уже… Это я уже не туда смотрю, это я уже смотрю в следующую модель, которая называется GRU. Вот они, да, все эти формулы были. Значит, сэшками здесь обозначается долгосрочная память, а ашками – короткосрочная такая, обычная. Вот. В общем, вот такая вот штука. И она работает гораздо лучше, чем… Работает гораздо лучше, чем обычные рекуррентные нейронки. Долгое время использовались именно они. У этих LSTM-ов… У этих LSTM-ов есть много разных вариантов. Ну, вот, например, вот эта вот штука называется GRU. Она использует… У нее нет отдельного разделения вот на два кусочка состояния, но зато она тут как-то немножко похитрее вот здесь устроена. Надо сказать, что… Надо сказать, что… Несмотря на то, что этих вариаций есть сколько-то разных, ну, вот, из стандартных в PyTorch, кажется, реализована LSTM-игру, и работают они, ну, примерно одинаково. И, в принципе, существует там, я не знаю, когда люди придумали LSTM-ки, дальше, естественно, как это обычно бывает, возникло там сколько-то тысяч статей на тему того, что вот мы сделали новую модель, похожую на LSTM, только лучше. За счет такого-то архитектурного изменения. И вот, значит, в каждой статье показывается, что действительно лучше, а потом, когда все это независимо проверяется на других датасетах, выясняется, что там производительность у всех этих самых нейронок примерно одинаковая в пределах статопогрешности. Вот, но LSTM-ы и их вариации, они все-таки заведомо, ну, как правило, на задачах обработки текстов, они хорошие. Они работают лучше, чем ванил-РНН. Вот. Значит, есть ли вопросы еще про LSTM-ы? Сейчас вот это отсюда, получается, идет все, что для университетов нужно нормировать от 0 до 1 вообще все, что угодно, потому что куча вот этих фигмоет. Ну, здесь они возникают таким довольно естественным образом. Да. То есть, как бы, ваше... Вот это университет, нужно, чтобы X тоже был какой-то 0,1. Ну, да, да, хочется. То есть, как бы, понятно, что вот здесь, если вы принимаете на вход, вот, как бы, в процессе вычисления вы работаете там с числами в основном от минус единицы до единицы, от 0 до единицы, то, конечно, хочется, чтобы ваши входы были примерно в том же масштабе. Ну, я не знаю, вот если вы используете какой-нибудь там... Если вы используете просто Relu, насколько там это критично? Не знаю, я помню, что мой первый эксперимент с нейронками, вот когда я просто открыл, не помню, что там был, TensorFlow или PyTorch, и я примерно час, наверное, сидел на том, чтобы заставить эту штуку, там, мне классифицировать Мнист, и у меня ничего не получалось, вообще ничего не работало, ровно потому, что я забыл отнормировать вход, так, чтобы он был бы каким-то обозримым. Вот, хорошо. Есть такая же хорошая статья по аналитическому выводу формулу из Back Propagation Proof Time? Я не знаю, могу поискать, я не видел. Вот. Смотрите, давайте в оставшиеся у меня 4 минуты я еще одну штуку покажу. Значит, есть еще одна такая чудесная вещь в связи с этим, это модель Sec2Sec. Так, преобразование последовательности в последовательности. Дело в том, что то, что мы сейчас обсуждали, вот эти архитектуры, которые у нас были, они устроены таким образом, что либо понятно, как сделать из последовательности, выходную последовательность примерно такого же размера, или в точности такого же размера, или понятно, как сделать из последовательности некоторую последовательность, и там просто фиксированный вектор, или фиксированное число. Но, допустим, в задаче машинного перевода у вас другая задача. У вас есть входная последовательность своей длины, есть выходная последовательность, вообще говоря, другой длины. Совершенно не обязательно, чтобы длина... Совсем не обязательно, чтобы перевод как-то вот так вот пословно соответствовал бы в ходу. И дальше возникает вопрос, а как бы нам адаптировать вот эту нашу модель так, чтобы она бы умела бы генерировать последовательность произвольной длины. И для этого применяется архитектура, которая называется Sec2Sec. И устроена она так. Вы тренируете две RNN-ки. Значит, вот у вас есть вход, входная последовательность. И здесь у вас есть одна RNN-ка. А потом у вас входная последовательность закончилась. И вы дальше делаете следующее. Вы выход вот этого последнего элемента подаете на вход некоторые новые нейронки, которая называется... Значит, вот эта вот нейронка называется энкодер. А дальше вот эта вот штука называется декодер. И декодер вам уже генерирует выход. Значит, он работает точно так же, как обычная нейронка, как обычная рекурентная нейронка. Ну, опять же, может быть, там LSTM, может быть, еще что-то. Вот. Но дальше... Но он не получает ничего на вход, кроме своего собственного состояния в предыдущий момент времени. При этом его состояние в каждый момент времени это ваш очередной выходной токен. И, значит, так вы его будете применять, вот так вот крутить его в цикле, ну, до тех пор, пока он не выдаст... Вы делаете специальный токен, который называется конец. Это какой-то отдельно выделенный токен. И после этого вы заканчиваете его крутить в цикле. Считается, что вот на этом ваше предложение закончилось. Вот. Это такая архитектура, которая на удивление работает. Почему на удивление? Ну, потому что что эта архитектура означает? Она означает, что вся информация, которая нужна вам для того, чтобы перевести, для того, чтобы восстановить смысл предложения, например, для его... для того, чтобы сгенерировать декодером его перевод на другой язык, что вся эта информация, она на самом деле хранится вот в этом вот внутреннем выходном состоянии вот этого последнего токена. то есть фактически вы все пространство смыслов всевозможных предложений запихнули в какой-то, ну, очень большой, но все-таки конечного размера вектор. Ну, понятно, что у этого подхода есть естественные ограничения, да, теоретически вы можете там написать ужасно длинное предложение там, по-русски, если вы Лев Толстой, смысл которого, наверное, все-таки не поместится в вектор какой-то разумной длины. Но удивление, эта архитектура все-таки работает и позволяет конвертировать какие-то последовательности в какие-то последовательности. Вот. Ну вот все, что я хотел сегодня рассказать. Значит, на самом деле, это... Тема этой лекции, она за последние несколько лет от актуальной постепенно превращается в историческую, потому что сейчас стандартный подход к обработке последовательностей это все-таки не рекуррентные нейронки, а трансформеры. Но, опять же, тут никаких универсальных алгоритмов нет. На каких-то задачах, может быть, вам будет выгоднее сделать какую-нибудь простую RNN-ку, чем пилить какой-то более сложный трансформер. Но про трансформер мы в следующий раз поговорим тоже. Можешь вот вопрос от всех? То есть, где вы тут сказали цикл где-то? Цикл? Ну, вот этот вот декодер, значит, как работает декодер? Он работает точно так же, как RNN-ка обычно, но только у него вообще нет входа. Поэтому дальше возникает вопрос, а когда... Ну, то есть, как он работает? Он работает всегда так, что он берет свое предыдущее состояние и отправляет его сам себе на вход. И после этого он опять же генерирует что-то на выход и генерирует новое внутреннее состояние. И так, теоретически, он может генерировать их до бесконечности. То есть, вы можете его итерировать, но это как бы вы просто берете такую динамическую систему, систему итериору на сутки. Берете орбиту, код, отображение. Но дальше вам нужно в какой-то момент остановиться, вам нужно в какой-то момент сказать, что все, вы закончили генерировать перевод. И вы для этого используете некоторый специальный токен, который называется конец предложения. Или там конец последовательности. Это у Y конец последовательности? У Y, да. Вот в какой-то момент. А, у нас есть какая-то форма, которая вот для Y, которая скажет, что это конец уже. Ну, просто вы можете сказать так. Ну, вот у вас, да, у вас вот эти вот Y, это могут быть просто, опять же, one-hot-encoded, какие-то штуки, которые просто соответствуют каким-то словам в вашем словаре. Ну, как правило, это так и происходит. И дальше вы просто к вашему основному слову добавляете еще одно специальное слово. Конец. Когда на выходе очередного, вот в очередной раз, на выходе декодера, декодер выдал это слово, то вы в этот момент заканчиваете его итерировать, и все, говорите, что вот вы. Да, и перевод получается вот эти несколько Y до конца. Да, несколько Y, несколько Y до тех пор, пока этого самого токена, Так, ну что, еще вопросы? Спасибо. Спасибо.